Привет, привет, мои хорошие! Пока есть время, с вами немножко поболтаю. Меня спрашивают, Оксана, когда ты покажешь теленка? Оксана, когда ты покажешь хозяйство, родила или нет береза? Я написала под видео, которое вышло вчера, что я вам обязательно в следующем видео все покажу. Ну и надо будет сегодня выполнить обязательства перед вами, обещания. И сегодня сходим, поснимаем. Попрошу Романа, вместе сходим, все поснимаем вам. Потому что когда ты там один с коровами, мне кажется, это не так интересно, когда получается такой вот диалог. Поэтому, когда приедет Роман, то мы вместе с ним сходим и вам покажем наших коровок. Сегодня я хотела бы с вами поделиться видео посылкой, которую мы получили. Получили мы эту посылку от блогера Елены Воробей. Я как-то смотрела ее видео. У них тоже многодетная семья. У них пятеро ребятишек. Три мальчика и две девочки. Живут они в Белоруссии. Леночка, огромное тебе привет и огромное спасибо за такую красоту, которую ты нам отправила. Для меня это был сюрприз. Я не ожидала, честно. Как-то я смотрела ее видео. Она лежала в патологии беременной. И я смотрела, какую красоту она творит. Это такое творчество. Я ахнула. Она делает своими руками резиночки. Это такая кропотливая работа. Вот эти вот мелкие-мелкие деталечки. И это так все красиво. И за видео я поняла, что она делает такие резиночки на заказ. Она писала о том, что я бы хотела заказать у вас эти резиночки и приобрести. Она мне тогда не ответила ничего. Я думаю, ну мало ли, может быть они в Россию не отправляют. Уже и забыла про это. Потом она мне в Одноклассниках написала, Оксана говорит, я подготовила резиночки. Мне же так неудобно было. Она говорит, все, они у вас уже идут в посылки. Получили мы посылку. И сейчас вам покажу, что получили. Первое, там лежали вот такие интересные зайцы. Посмотрите, какая прелесть. Сделаны они из фетра. Они все разные. Сейчас покажу один такой желтый, голубой. Вот такой оранжевый. И еще один есть розовый. Та-да-да-дам. Такие у него интересные уши. Лена, тебе можно прям уже свое производство открывать со своими фирменными кроликами. Прикольно, мне бы, конечно, понравилось. И она отправила резинки. Какие красивые резинки. Я сейчас вам покажу. Обратите внимание. Только обратите внимание, какая красота. Очень красивые резиночки. Нам как-то тоже до этого девушка Наташа отправляла тоже красоту такую. Девчонки, какие вы молодцы. Какие вы рукодельницы. На какое надо иметь сердце, чтобы сделать вот такую вот красоту. Оставлю ссылочку на ее канал под видео. Обязательно заходите, смотрите. Тоже интересная она девушка. Какие еще тут резинки. Положила она. А, тут для Артемки и для Анютки вот такие вот. Кто это? Олени, наверное, да? Вот такие резинки. Мне кажется, что вот это сочетание круче белое с розовым, чем вот это. Напишите, как вам больше нравится. Мне кажется, вот эти очень красивые. Мне они больше всех понравились. Так, это вот эти розовенькая вот такая. Ой, показываю голубую-голубую розовенькую. Вообще, капец. Посмотрите, какая тоже красота. Ой, ну очень красиво. Такие вот интересные тоже цветочки. Интересно, как камера передаст. Но они очень красивые. Бордовая, какая шикарная. Диане вот это больше всех понравилось. Розовая. Она тут пищала от восторга. Говорила, что это самое красивое. Надюшке понравилась вот такая вот голубая. Вот сиреневая тоже необычная. Очень такой цвет. Тоже прям такой коралловый, да? Наверное, ближе. И здесь еще вот такой вот кремик. Что это? Это BB крем 5 в 1 для лица. И такой вот еще интересный крем. У нас такие крема я не видела. Первый раз вижу. Хотя вот эта фирма у нас реализуется. И тут еще вот такой магнитик для нас. Брест красивый. И записочка. Так жалко было. Мне хотелось что-то от нее поинтереснее почитать. Леночка, надеюсь, что ты не обидишься. Покажу записочку, которую ты написала. Здесь вроде такого ничего личного нет. Огромное, огромное, огромное тебе спасибо, моя хорошая. Будем носить, будем красоваться. Думаю, еще не раз увидишь на моих девчонках свою работу. Очень приятно. Леночка должна скоро родить. И, конечно, надо будет тоже для нее что-то собрать. Какой-то подарочек. Я не знаю, как отправлять в Белоруссию. Потому что, когда я подъехала на нашу почту, нам сказали, что Белоруссия это также с границей. И отправлять туда на по-особенному. Все я планировала тоже. Думаю, все сделаем, сделаем. Тоже отправим. Я в Германию как теперь. Мне так стыдно смотреть. Люба нам отправила две посылки из Германии. Мне так стыдно, что я до сих пор не отправила ей. Хотя мы уже подготовили ей посылку. Осталось только ее отправить. Сейчас, конечно, без машины. Очень-очень тяжело. Слушай, там уже Танюшка возмущается. Нам уже бегом заканчивать. Без машины очень тяжело. Поэтому, девочки мои родные, простите мне, пожалуйста. Правда, очень тяжело. Тоже хочу огромное сказать спасибо. Те, кто нас поддержали. Даже нам отправили материальную помощь. Пускай небольшую. Но каждый, кто сколько смог, даже один рубль прицелали. Так приятно было, когда человек от души. То есть, он отправляет столько, сколько может отправить. И это дорого. Огромное-огромное вам спасибо большое. Вы золото. Самые лучшие подписчики. Огромное-огромное вам спасибо. Конечно, очень-очень неудобно. Но при этом я вас очень-очень благодарю. Спасибо, мои хорошие. Что-то так обвините вдвоем с нами. Давай. Привет, привет. Привет, привет. Сегодня будем снимать видео о нашем хозяйстве. Сегодня покажем наше хозяйство. Потому что многие пишут, что-то вы не показываете, не рассказываете. Что у вас и как. Сегодня вам покажем. Самое большое интересное. Видео, знаешь, что? Что? Наш теленок. Да? Я думаю, березы интересуются. Да, береза, кстати, тоже спрашивают, родила. Нет, еще не родила. Не родила. Не оттелилась еще наша береза. Мы ждем, ждем. Но пока еще она решила походить беременной. Стельной. Походить стельной. Все равно я пытаюсь очеловечить. А вот и тот самый малыш. Назвали его Сеней. По вашим советам написали это имя. Предложили Сене. Сене и Сеню. Сене его назвали. Да, скажи. Это вот наша еще беременная березка. С огромным аппетитом. А это маленький любопытный тит малыш. Такой мягкий. Он такой приятный на ощупь. Какая-то плелесть. Такой питочек маленький. Питочек такой. Питочина такая. Такая питочина. Такой большой. Посмотрите, какой он уже большой. Толстенький. Молочко пьет. Пьет молочко вкусное. Мамина, да? Вкусное пьет молочко. Вот мама. И женок. И Сеня. Смотри. Сейчас я тебе покажу. Сеня. Сеня, враг. Враг, враг. Сеня, враг. Все, враг. Сеня, враг, враг. Ну, все, все. Друг, да? Это, он сейчас это, когда покушает, он разыграется. Знаешь, ему сыпешь щепу, он, короче, начинает это. Нет, и жевать мне не надо. Я думал, что ты играешь. Смотри. Смотри. Такой классный, забавнюха ты такая. Да, какой-то классный. Да кто тут стоит, меня кусает. Кто кусает? Пускай тоже видит, что злая собака храняет. Да? Тоже злая собака храняет. Ну, такой он классный. Но я не могу с него. Какой он забавнюха. Ну, ты смотри, какой большой он стал. Вытянулся, да? Длинный стал парень. Да, высокий, красивый. Лапки белые. Ты помнишь, как хвост говорили? Смотри, как хвост у него. Да. Снаметила? Угу. Нам написали знающие люди под комментарием, что этот бык... А ты не знаешь, какая порода была? А, получается, галштинский. Галштинец он? Какой-то краснопестрый галштинец. Как-то так, да, сказали? Ты меня нюхай, зеленька. И нам написали о том, что у него характерная черта этой породы то, что попа чуть задрота с хвостом. Да, зеленька маленький. И вот у него так же. Да, скажи, нам говорят, зря вы, мол, быка отдали. Вот такой бык может больше не попасться. Такой холёсенький. А там же молочная направленность? Да, это молочная направленность. Ну, я посмотрела, такая хорошая порода. Папка наша. Ну, папка был красно-белый, а сынок родился такой. Но он всё равно, да, где-то амордаха есть оттенок. Красно-белый, конечно. Ти моя папка. Ти моя милашечка. Да ты моя кошевица. У нас уже ростки начинают расти, поэтому мы уже скоро будем выдаться по-серьёзному, не в шутки играть. Классный какой мальчишка. Блин, какая эмоция. То есть, столько положительных эмоций ты можешь принести. Малыш. А? Малыш такой. А это мама. Такая заботливая мама. Она первый раз, конечно, была не такая заботливая, как сейчас. Она с этим малышом. Она его больше любит. Да, такой малыш. Да? Тебе ещё нету пары? Скоро. А вон уже какой большой пузо у берёзы. Давай скажи, какой большой пузо. Асень, какое у нас число? 12 марта. Число, да, 12 марта. 12 марта. И вот ещё у нас наша коробка не оттелилась. Да, скажи. А у нас уже скоро будет месяц. Месяц же? Или уже есть? Месяц. Да? Ну, такая у них серьёзная разница. Да, ну ладно. Ну да, нет, побольше, чем получается. Чем у Моли был с Петручей. Моли с Петручей, да. Да, тем более, Моли родилась, как Петручья. Высокая была девочка. Красавчик мужчина такой. Мамка тут. Не, у берёзы уже больших. Давай покажем, как у неё есть кости. Потому что с Леной общалась. Она говорит, Оксана не оттелилась. Я говорю, что-то она ещё не мочит, не телится. Ну, а она по сроку-то, она получается, на 15-е должна выпасть. Ну, сейчас покажу. Посмотрим, что нам скажут. Нет, я цеплю с оттелки. Сейчас покажу вам. Он у меня ложится, грубо говоря. Сколько тут? Ну, практически уже видишься. Ну, два пальца у меня спокойно легло. Ну, а у меня почему проваливается? А, ну да. С этой стороны больше. Ты посмотри, с этой стороны больше проваливается. А, ну да, в этой стороне прям сильно провалилось. Ну, вишни тоже было это несимметрично, это всё. И это, видишь, так опухло всё. Ну да, мне кажется, вот числа 15-го, на дня через три. Девочки, напишите своё мнение. Вот, видишь, как выпухло. Да, мне тоже кажется, что она вот-вот должна. Вот-вот. Не, ну по сроку, говорю, 15-го она должна. Просто я же, получается, 15-го того месяца ждал, поняла? Она пропустовала. Я думаю, ну, значит, ну, как бы день его лет с 15-го число, раз я видел, что она хотела, а бык, получается же, с вишней погулял 10-го. Поэтому, я думаю, может, у меня не получилось у меня нигде. Хрома тут размышлял о мужской его... Как ты сказал, о мужской его... Разница в пять дней, я считаю, не успел он это... Силы набраться. Восстановиться, так скажем, чтобы... Ну, не знаю, вообще-то. Я не знаю, как у них там это все наоборот. Да, я думаю, что нам напишут подписчики по поводу, как у них это все происходит. Интересно узнать ваше мнение. То есть, получается, вишня повязалась точно, береза в охоту упала, это было видно. Я просто не смог тогда просмотреть, проконтролировать до конца. Да, в Сургут уехали. Да, в Сургут уехал я тогда. И, в общем, не знаю, получилось-не получилось, но получается, что не получилось, потому что прошел уже месяц, и как бы вот... Да. Сеня! Сеня! Сенечка, иди сюда. Сеня! Надо ему тоже сделать. Но он разбрасывает сено, поэтому кормушку не ставим ему. Да он тут нормально кушает. Ну, просторно сейчас, здесь много места. Ну да, пока места много. Пока, да. Вот такой тут. И мы специально делаем так, чтобы мама могла голову наклонить к малышу. А мне тогда написали по поводу того, что зачем вы так делаете, вот у вас нерационально расходуются помещения, и надо закрыть, чтобы корова туда не могла голову опустить. Так мы, наоборот, специально сделали так, чтобы малыш был рядом с мамой, чтобы мама могла к нему наклониться, чтобы мама могла с ним общаться, и могла его облизывать. Это массаж, он улучшает кровообращение у малыша, и малыш быстрее растет, и малыш здоровый растет. У нас этот опыт был, мы для себя сделали вывод, что да, это работает, это действительно классная идея, держать малыша рядом с мамой. И мама-то спокойнее, и молока она больше дает, когда малыш рядом ее стимулирует, да. То есть, как бы там ни было, есть какие-то ехлюиды и посылания. Она интересуется камерой. Вот. Поэтому, и, конечно, да, я с вами согласна, что идет нерациональный расход помещения, но в этом случае мы больше думаем, что ты такой лоснился, лоснился, пока... Макокамеру не опустила, а лоснился, да? Дай, мальчик, Алёсик, 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 какой малыш. Смотри, скоро сердечко будет у нас, видела, как умолен к этим. Да. Сейчас кивала подрастет маленькая, будет на сердечко. Вот там, в этот момент надо будет сфотографировать обязательно. Красавчик, Сенечка, иди сюда. Глянь, камеру пока не наводила, все нормально было. И лоснился. Он такой на маму, да, весь похожий, видела? Ага, более черный. Ну, такой. Ну, хорошие ножки такие. Вот наша мама. Мамочка, видишь? Мишенька, девочка моя. Девочка моя хорошая. Ты с чулками пристаете? Ну, дайте покушать спокойно. Дайте покушать спокойно. Как у нее так получилось здесь сено? Ты накидал на нее? А? Ты накидал на нее сено. Оксана, она, получается, в проходе у меня встала. Я наносил сено. Она в проходе встала. А что я сделаю? Я ее отгоняю, она все равно любит в проход. Давай я тебя потру. Ну, да, Господи. Ничего себе не было такого. Может, я там еще кто-то живот такой, а, вишенка? И там точно никого больше нет, живочки. Сеня, а что-то не у мамы ешь, а у мамы там, мама с этого бока уже съела. Ну, пока береза дает, разрешает, она убежит, воспользуйся своими. Маму всегда можно будет. Нет, нет, вроде хорошо, знаешь, даже вроде как ты это. Он даже играет с ней, а нет, нет, короче, не настроение, когда знаешь, она может его это, типа, иди-ка к маме кушать, сынок. Че пипичкаешь? Пипичкаешь, да, тихонечко? Молодец. Такой серьезный встал. Но он разыграется, прыгает, скотчет такой. Классный. Че матушка? Матушка. Маму, березка, желатик-то уже падает. Вот такие у нас наши коровки, красавицы какие. Да? И Сеня. И Сеня. 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 Ай, Синюха. Синяк. Сеня Синяк. Да? Забавнюха. Забава такая. Надо будет девчонку, если родиться, забавой назвать. Забава? Ага. Как мультики, что ли? Да, будет забава. На самом деле, я у кого-то из блогеров видела, у кого-то, кто-то назвал теленка забавой. Но я не помню, кто. Да? Да. Мне так понравилось, и я решила сплагиатить. Какие-то такие точки, как мне нравятся. Прикольно, слышишь? Это, над глазами видела? Угу. Такие точки, как это, как, я не знаю. Да, я покажу все. Как их называются. Видишь? Точки такие, хоп-хоп. Типа бровей, поняла? Китачина. Типа бровей.